Рядом со мной стоит Леонов Дмитрий, собственник компании Леонов Консалтинг. Дмитрий, скажите, пожалуйста, что вы делаете на выставке ProdExpo? Я пришел на выставку ProdExpo, во-первых, чтобы выступить для клиентов центра отдыха торговых сетей, которые организует компания Империя, и провести небольшой мастер-класс на тему 10 важных пунктов, которые нужно знать розничные сети, чтобы дифференцироваться и быть успешным. Это во-первых. И во-вторых, Леонов Консалтинг – это компания, которая владеет брендом, практиком поставщика. Я, например, выпустил уже три книги на эту тему. И здесь я для того, чтобы увидеть своих клиентов, которые не всегда имеют возможность… У меня клиенты разные, это большие компании и средний бизнес. Многие из них расположены не в Москве, и я здесь, чтобы повстречаться со всеми, пользуюсь таким уникальным случаем, и приятно, что я большинство своих клиентов вижу либо в центре закупки торговых сетей, организованных компанией Империя. Кстати, похоже на рекламу, но это на самом деле является правдой. И здесь же на выступлениях, на мастер-классах, ну и, в принципе, на выставке. Дмитрий, а скажите, чем ваши услуги консалтинга могут быть полезны поставщикам? Вот, наверное, этот вопрос будет интересовать наших зрителей. Мое основное направление ведения бизнеса – это консультации и тренинги. Я консультирую в достаточно узком сегменте – это как быть эффективным при работе с федеральной розничной торговой сетью. И, соответственно, поставщикам я могу быть интересен, как с точки зрения проведения обучения. Раз в месяц я провожу открытое обучение, то есть, где приходят участники из разных компаний, и шесть разных тренингов и для небольшого бизнеса, и для среднего. В общем, все дифференцировано. Подробности вы можете на сайте посмотреть. А вот те поставщики, которые не вошли в крупные федеральные сети, им что можете порекомендовать? Ну, во-первых, с чего бы я обязательно начал? С того, чтобы попасть на центр закупок сетей. Опять же, это, поверьте, не реклама, это просто какая-то историческая точка именно на этой конференции, когда, например, Ашан пригласил сразу семь закупщиков. Всегда было так, что все федеральные сети приглашают одного закупщика, который встречается со всеми поставщиками с разных категорий. А здесь, смотрите, уже системный подход, и у всех байеров, это не секрет, есть такой KPI, как количество новых поставщиков, чтобы они не сидели на старых, открывали новых с интересным товаром. И, соответственно, прежде всего я рекомендую посетить центр закупок сетей, где вы можете встретиться как с международными торговыми сетями, с Амазоном, например, так и с нашими российскими, как федеральными, так и локальными. Вот это первое. И второе, но если вам, здесь уже будет реклама, если вам интересно, как продвинуться в торговую сеть, попробуйте почитать художественный роман, бизнес-роман, который называется «Правдивая история Шура Балаганова». Это книга, есть такой термин «краунсорсинг». Я собрал со своих коллег, со своих друзей, ну и свои тоже интересные истории, кейсы, которые они решали при работе с торговыми сетями. И вот Шур, он начинал сначала по работе с дистрибьюторами и рассказывал кейсы про дистрибьюторов. Точнее, не я, а мы с моим партнером, мы вдвоем эту книгу написали. Потом он стал камом, то есть поставлял торговые сети, а потом он стал байером торговой сети, а потом уже вырос до консультанта. И вот вы, прежде всего, можете узнать это, вы можете либо ко мне обратиться, я вам бесплатно дам электронную версию, или купить в любых оффлайн или онлайн магазинах, и узнать, какие кейсы приходится решать торговыми сетями. Ну и потом, если вам интересно, можно уже более глубоко и предметно поговорить. Спасибо вам, Дмитрий. Оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!